Испанский конкистадор Сьесе де Леон в 1553 году описал завоевание Южной Америки в книге Хроника Перу. Он первым рассказал об экзотических традициях индейцев, в том числе о местной кухне и одном странном обремене. Правитель империи инков Тупак Юпанки встал на крови поля, вознес молитву богам, взял золотую лопату и начал выкапывать борозду. В канавку император высыпал первые семена сезона. Потом за дело взялись работники и засеяли все поле. Когда пришло время собирать урожай, инки увидели, что молитва императора услышана и боги к ним щедры. Индейцы наполнили множество мешков зерном, которое они называли золотым или божественным, а само растение матерью всех злаков. Инки полагали, что получили его от своих учителей, древнего народа Чачапойя. Инки верили в магическую силу золотого зерна и поклонялись ему. Сегодня эта зерновая культура известна под названием кинва. Прежде чем готовить кинву, инки вымачивали зерна в воде, чтобы ушла горечь. Потом просушивали, перемалывали и пекли из этой муки лепешки. Они всегда были на столе правителя империи инков Тупак Юпанки. Говорили, кинва давала ему небывалую силу в военных походах. По сей день для европейцев загадочная крупа кинва является экзотической. Об этой зерновой культуре известно незаслуженно мало. А между тем она не просто так считалась священным злаком у древних народов. Кинва считалась у инков божественным зерном. Тут можно встретить в мимоходных упоминаниях испанских путевых дневников. Да, известно, что Франциско Писаро запретил возделывание кинвы как языческого растения. Но почему инки обожествляли маленькие зернышки в форме диска? По какой причине испанские завоеватели истребили все посевы кинвы? Мало кто знает, что эта крупа действительно способна наделить человека особой силой, подарить ему здоровье и долголетие. Если говорить о проблеме антич или активного долголетия, то мы, диетологи, рекомендуем людям 40+, снижать количество калорийности в еде и снижать количество животного белка. А вот альтернативой животному белку являются злаки, которые содержат много растительного белка, потому что в них нет холестерина. Ученые выяснили, что кинва – крайне полезный злак. Она содержит много цельного растительного белка. Диетологи сравнивают эту крупу с материнским молоком. Этот продукт почти полностью усваивается организмом. Кроме того, кинва сама стимулирует выработку молока, поэтому кашу или хлеб из этого злака рекомендуют кормящим матерям. Также в кинве много лизина – аминокислоты, которая помогает усваивать кальций, что крайне важно для костей, волос и зубов. А еще там есть калий, магний, железо, кальций, цинк и фосфор. Кроме того, в злаках есть достаточное количество грубой клетчатки, а также витаминов группы В, что людям 40+, очень актуально в их программах активного долголетия. Поэтому этот злак сейчас набирает свою популярность и правильно. Но это еще не все ее полезные свойства. Эксперты выяснили, что клетчатка кинвы помогает выводить из организма вредные вещества и токсины. Специалисты утверждают, что регулярное употребление этого продукта в пищу снизит уровень сахара в крови и предотвратит сердечно-сосудистые заболевания. Если кинва для современного человека – это экзотика, то проса – злак известный и общедоступный. Но это зерно тоже овеяно ореолом таинственности. Проса происходит из Китая и предгорных районов Индии. И появилось оно там весьма давно, уже порядка 8 тысяч лет назад, что подтверждается раскопками археологов в тех местах. Как оно попало в культуру, ну, здесь трудно говорить, и, по крайней мере, в литературе никаких известий об этом нет. И сказать определенно что-то на этот счет не представляется возможным. Ученые спорят о происхождении культурных сортов проса. Одни говорят, что в глубокой древности люди нашли это растение в дикой природе и начали выращивать. Другие считают, что проса взялось на планете неизвестно откуда, уже в культурном виде. Речь идет о том, что даже в настоящее время наши знания о происхождении культурных растений, они все время благодаря новым археологическим, палеонтологическим исследованиям, они меняются. И поэтому эволюционные теории происхождения культуры, они подвергаются некоторым сомнениям. Как бы то ни было, с древности люди знали, что это весьма ценный излак. Пшено, приготовляемое из спроса, обладает лечебными свойствами. Оно способствует укреплению сломанных и поврежденных костей и соединению мягких тканей, а также заживлению ран. Пшено дает силу, укрепляет мышечную систему, лечит болезни печени и сердца. Регулярное питание пшенной кашей укрепляет сердечно-сосудистую систему. В просе содержатся каротиноиды, это провитамин А. Также ряд витаминов группы В, витамин Е. Это все содержится в зерне проса, и это очень полезно для человека. Смотрите далее. Самый древний культурный злак на планете. Возраст которых насчитывает 70-80 тысяч лет. Забытый рецепт овсяного отвара. Это уникальное кровоощущающее средство. На полях Варловской области колосится проса множества сортов. Это заслуга ученых Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупинных культур. Ими разработаны новые схемы селекции, чтобы вывести особо полезные для здоровья человека сорта этого злака. Последний сорт в реестре, он находится два года, сорт проса Альба. Это еще, представляете, через какое время с помощью селекции удалось реализовать идею Вавилова по созданию сорта проса практически без пленок. Все ценнейшие и полезные вещества этих зерен, они сохраняются, и на основе их можно приготовить и продукты питания, более ценные по качеству. Заведующий группой просоведных культур Сергей Гуренович с гордостью показывает проса, которые выращивали русы и гунны, скифы и арии. Эти ученые не исключают, что славянская цивилизация намного древнее, чем принято думать. Их мнение основано на точных исследованиях генетики растений. Потому что учебники истории не объясняют, кто сеял проса и ел пшенную кашу более 20 тысяч лет назад. Считается, что первые земледельцы вообще возникли не более 10 тысяч лет назад в Африке. Но факты опровергают это. Перед вами самый древний реликтовый излаг. Один из трех, возраст которых насчитывает 70-80 тысяч лет. Принято считать, что три культуры – это кукуруза, это сорга хлебная или по-другому джугара или белая дура. И вот африканская проса, они выращивались ариями еще во времена, так сказать, самых древних. Ну, это приблизительно, наверное, 20-30 тысяч лет. Вот пайза, или японская проса. Это отличный корм для крупного рогатого скота. Поедающая его корова дает необычайно питательное и полезное молоко. Жирность молока увеличивается на 1%, это уже доказано. И качество, не только жирность, но и качество самого молока значительно улучшается. Чумиза – родственница проса. Этот злак особо почитаем в Китае. Там считают, что тот, кто ест чумизу, будет жить долго. По китайской традиции принято из чумизной муки смешивать с водой и делать болтушку. И этой болтушкой выращено целое поколение в Китае. Это заменитель грудного женского молока. Это о многом уже говорит. Культура обычно выращивалась часто при дворцах в Китае. Император любовался, как птицы. Они когда едят чумизу, то они приходят в очень такое состояние эйфории. Чумиза тоже богата каротином и клетчаткой, витаминами группы В, множеством витаминов и минералов. Сотрудники НИИ и зернобобовых уверены, что проса – это пища богов. Богам было свойственно бессмертие. Ну, значит, понемногу человек хоть как-то приблизится в этом плане к богам. Ясное дело, что вечно жить человек не может, но продлить себе жизнь он, я думаю, сможет. С помощью натуральных продуктов, в том числе и пшена. Есть злаки, которые специально используются для оздоровления организма. Знаменитому древнегреческому врачу Гиппократу приписывают фразу «Пусть пища станет лекарством твоим». Вот случай из его практики. Как-то к нему пришел пациент, который жаловался на слабость, бессонницу и раздражительность. Мужчина перенес тяжелую болезнь и никак не мог восстановить силы. Гиппократ в то время изучал целебные свойства овса. Врачеватель предполагал, что это растение восстанавливает работу нервной системы, защищает сердечно-сосудистую систему, укрепляет организм и регулирует обменные процессы. Для успокоения и нормализации сна, а также для поднятия жизненного тонуса, Гиппократ рекомендовал пациенту лечебный напиток из овса. Овсяный отвар будет выводить шлак из организма. Это уникальное кровоочищающее средство. Овсяный отвар омолаживает нервную систему. Сам отец медицины готовил отвар таким образом. Он брал примерно 200 граммов цельных зерен, заливал таким же количеством холодной воды. Через 10-12 часов они набухали. После этого врачеватель доливал воду так, чтобы она покрывала зерна. Отвар должен был томиться на медленном огне в течение полутора часов. Врачеватель периодически подливал воду, когда она выкипала. Затем разваренный овес Гиппократ вынимал из воды, протирал через сито и выкладывал получившуюся массу снова в отвар. Тщательно перемешав, опять проваривал смесь на медленном огне, пока она не становилась похожей на густой кисель. Как пить отвар овса? Гиппократ советовал его употреблять 3 раза в день мелкими глотками, за полчаса или час до еды, очень медленно и смакуя. Благодаря такому отвару пациент древнегреческого врача быстро восстановил физические и душевные силы. Вот тем людям, кто вышел из тяжелого заболевания, которым нужно срочно подкормиться, набрать сил, энергии, поднять качество жизни, уровень метаболизма, иммунитета, после долгих заболеваний, это, пожалуй, самый эффективный способ быстро поднять свое здоровье. Но почему овсяные хлопья называют Геркулес? Причем здесь величайший герой древности, непобедимый Геракл, который совершил 12 подвигов? Быть может, ответы на вопросы мы найдем в этом доме. Силач Александр Муромский встречает гостей с булавой и массой железных предметов. Вот у нас здесь подкола разогнута на две части, так у меня получилось в виде доллара, да? Это напоминание американцам, что с Россией шутить нельзя, гвоздики тоже, двухсоточка, хорошие. Александр Муромский – многократный рекордсмен в книге рекордов Гиннеса, лидер силового шоу «Русские богатыри» и человек с удивительным чувством юмора. Он с легкостью скручивает в трубочку сковородки. Это один из его рекордов. За 15 секунд три испорченные сковороды. Вот она покатырская сковорода. Теперь переходим вниз. Вот такая вот получилась трубочка. Ну, все равно здесь можно жарить сосиски, хот-доги, заморские блюда, шаверма. Несколько секунд, и сковородка готова. Теперь самое важное – приготовить правильно кашу. Не зря Муромский упомянул это исконно русское блюдо. В детстве мама и бабушка непременно готовили ему кашу. Быть может, поэтому в 14 лет он уже мог перетащить 200-килограммовую бетонную скамейку. У наших предков еще была такая непоговорка, наверное, сказание о том, что если что-то не получается, значит, каша мало ел. Так что каша в рационе у меня регулярно присутствует, и часто утро начинается с каши. Сейчас богатырь предпочитает именно кашу из овсяных хлопьев Геркулес. Особенно, если готовит его любимая Натали. Богатырь есть много. Конечно, он ест много, потому что настоящий мужчина, он должен не только физически быть подкован, но, конечно, и питаться правильно. И на самом деле очень хорошо, что есть каши, потому что Александр любит каши. Но почему же овес дарит небывалую силу? Помимо растительного белка, в нем много важных аминокислот, витаминов группы В, К, Е, а также провитамин А. Богат этот злак и на минералы, включая йог. Кроме того, ни одно растение не содержит в себе столько цинка, как овес. А цинк играет важную роль в организме. Он стимулирует умственную активность и уменьшает холестерин. Овес – очень хороший энерготоник. Он добавляет калории, добавляет энергии человеку. Поэтому тем, кто хочет, допустим, идти в поход куда-нибудь, или тем, кто занимается спортом, очень полезно есть овес, потому что он прибавляет сил, прибавляет энергии, дает некий стимул к активным действиям. Овес также участвует в синтезе мужского гормона тестостерона. Это серьезно повышает мужскую силу. Придает мужчине мужественность, брутальность, помогает выращивать им ту самую красоту, мышечную массу и внешние атрибуты мужских достоинств всех. Поэтому овес – это одна из самых лучших, так сказать, каш для мужчин. Мужчины, ешьте овсянку по утрам, и вы будете выглядеть фантастично хорошо. Натали варит овсянку для богатыря Муромского на воде, добавляет немного соли и сахара. Но у нее есть один секрет приготовления вкусной и полезной каши. Самый главный секрет вкусного приготовления любой каши – это готовить с любовью. Вот я готовлю с такой любовью. Поэтому она будет вкусная. Это я точно знаю. В готовую кашу Александра и Натали добавляют мед и сливочное масло. Когда мужчина сытает, еще и с кашкой с утра, это очень хорошо. Да. Сразу силы богатырские набираются. Силы, чтобы устанавливать новые рекорды и носить любимую женщину на руках. По описаниям современников, император Петр I резко выделялся на общем фоне. Его рост 2 метра 4 сантиметра. Огромная физическая сила. Гнул пятаки, в трубку сворачивал серебряные тарелки. Неутомимость в движении ходил так быстро, что спутникам приходилось бежать рядом. В чем же секрет могучей силы Великого Петра? До нас дошла уникальная рукопись, принадлежащая перу Федора Саймонова, одного из современников Петра I. В ней рассказывается, что государь закатывал пышные перы, но сам предпочитал пищу простую. Любил редьку и соленые огурцы. Личный повар готовил для государя щи из квашеной капусты, студень, щучьи головы под чесночным соусом. Но особо Петр Великий уважал кашу, которую называл самую спорою и полезную. Вот именно эта каша, она позволяет нашему организму иметь длительную энергетику. Она медленно усваивается, она достаточно калорийна, в ней много, так скажем, витаминов, антиоксидантов, растительной клетчатки, в ней много микроэлементов и железа, что нужно мужчинам для того, чтобы иметь сильную кровь и способность воевать. Чтобы каша действительно была полезной, а не только вкусной, повар замачивал крупу. Вечером насыпал пол чашки и заливал холодной водой. К утру крупа увеличивалась в объеме почти в два раза. Лишнюю воду царский повар сливал. Крупу насыпал в глиняный горшок и заливал кипятком примерно один к одному. Горшок отправлял в печь, где каша томилась до образования золотистой корочки. В уже готовую кашу повар добавлял соль, а перед подачей к столу заправлял жирными сливками. Но из какого же зерна Петр Первый черпал недюжинную силу? Оказывается, государь любил подкрепляться ячневой кашей, которую готовят из дробленных ячменных зелен. Образ жизни у Петра Первого был очень сложный, склонный к возлиянию, к излишествам, но прожил он все-таки достаточно долго. То есть ячмень поддерживал его, обладал кровоочищающими свойствами, детоксицирующими свойствами. На самом деле ячмень – это пища не только царей, это пища философов. Источники утверждают, что ученики философа и математика Пифагора любили кашу из ячменя. Этот злак был также пищей фараонов. Ячменя – это тоже один из древнейших злаков. Он был известен в Египте. Первый напиток в Египте – это пиво. Вспомним, что пиво изобрели в Египте. Следовательно, вот солод пивной, он там же был получен. И ячменная каша пользовалась очень большой популярностью наряду именно с этим напитком. Перловая крупа – это очищенное и отполированное ячменное зерно. У древних народов считалось, что эта пища улучшает самочувствие, придает физические и умственные силы. И современная наука доказала, что это так. Ячменные зерна содержат кальций, фосфор, натрий, калий и магний, которые отвечают за работу кровеносной системы. В этом же продукте присутствует достаточно большое количество меди. Ячмен интересен тем, что он способствует восстановлению соединительной ткани после травм и после повреждений. Уже доказано, что ячменные продукты помогают работать над почечником, щитовидной железе и гипофизом. Кроме того, перловка – богатейший источник селена. А это – важнейший компонент антиоксидантной защиты организма от свободных радикалов. Он помогает сохранить молодость и здоровье. А еще перловка благотворно влияет на потенцию. А ячмень является традиционно мужским, проростки ячменя. Поэтому можно делать мужские смеси из злаков, проростков разных растений, способствующие восстановлению половой функции, обладающей положительным гонадотропным эффектом. Еще один удивительный злак – сорга. Его называют растительным верблюдом. Эта традиционная культура Африки и Азии отлично переносит засуху. Поэтому народы Африки исторические пекут лепешки из сорга. Это основной хлеб местного населения. Между прочим, и жители России почти каждый день, сами того не подозревая, пользуются продукцией, произведенной из сорга. Сорга замечательна для нас, жителей России, в первую очередь, что из него делают веники. Ну, не искусственно, естественно. Естественно, то, что вы покупаете на рынке, это и есть сорга. Сорга достаточно трудна в обработке, потому что очень трудно отшелушить внутреннюю часть от внешней. Если сорга веничная очищает жилище, то сорга зерновое наводит порядок в организме человека. Польза этого злака заключается в высоком содержании витаминов группы В. Именно они укрепляют наши нервы. Поэтому сорга рекомендуется людям, у которых есть проблемы с нервной системой, состояние хронического стресса, людям, которые живут в мегаполисах, очень много работают, это трудоголики, это люди, которые вынуждены мало отдыхать и очень много работать. Сорга тоже лечит. Противовоспалительные свойства этого вида злаков доказали специалисты Университета Джорджии в США. Они изучали полезные вещества, входящие в состав сорга, измеряли количество полифенольных соединений, которые помогают бороться с бактериями и болезнями. И самый высокий уровень отмечен в сорга. Большинство серьезных хронических заболеваний связано с внутренним воспалением. В этих случаях организму необходимо противодействие в виде антиоксидантов. И сорга может эффективно защитить здоровье. Также злак позаботится об уровне фосфора в организме. Фосфор нужен для энергии, для образования АТФ, для образования креатинфосфата, то есть мощных макроэргов, которые запасают энергию, которая образуется в результате окисления питательных веществ. То есть для энергии мозга, для энергии мышц, для энергии печени, кишечника. Древние цивилизации сохранили для нас рецепты полезнейших блюд и напитков, не только из злаков. Последняя китайская императрица Цэйси тратила много усилий на поиски эффективных средств омоложения. В ее дворце была богатая библиотека. Как-то просматривая древние свитки, Цэйси отыскала трактат. В нем описывались многочисленные полезные свойства плодов с сочной мякотью и косточкой внутри. Ягода, которая останавливает время. Волшебный дар богов, который сохраняет молодость и защищает от болезней. Это чудо ярко-оранжевого цвета растет на кустарниках с колючими ветвями и как бы облепляет стебель. Цэйси приказала начать разведение кустарников. Она неукоснительно требовала от своих подданных собирать весь урожай до ягодки, ведь плоды слишком ценны, чтобы оставлять их на ветках. Косметологи обожают эту ягоду и рекомендуют всем людям, у которых есть проблемы с кожей. Геронтологи назначают эту ягоду всем людям, потому что считают ее главным продуктом активного долголетия. Из ягод, способных продлить молодость, придворная дама готовила для императрицы чай. Она смешивала чайные листья с оранжевыми плодами и заливала горячей водой. Чай настаивался, а потом подавался императрице. Также служанки регулярно массировали лицо Цэйси с пелой мякотью ягод, что придавало ее коже свежесть. Даже в 73 года лицо китайской императрицы было безупречно. Практически без морщин. Кожа светлая и бархатистая. Это оранжевая ягода облепиха. С древности и до наших дней она пронесла звание «Ягоды красоты, здоровья и долголетия». В ней 15 микроэлементов из 12 самых важных для нашего здоровья. А там же еще есть облепиховое масло. И вот в этом-то масле находится огромное количество витамина Е. А витамин Е – это витамин красивой кожи и долголетия. Именно поэтому облепиху считают ягодой номер один из всех ягодных кустарников. И поэтому и императрицы, и царицы древних времен использовали не только ягоду для, так сказать, использования внутрь, но и в виде масок. Ученые установили, что в облепихе содержится огромное количество сиротонина. Этот гормон радости оздоравливает организм, регулирует деятельность центральной нервной системы, нормализует давление и продлевает жизнь. Всего 100 граммов облепихи достаточно, чтобы организм получил дневную норму практически всех полезных веществ. Облепиха является катализатором обмена веществ за счет своего богатого химического состава. Значит, она будет способствовать обновлению стареющих тканей. И такая женщина, которая будет делать облепиховые, например, маски, лепить облепиховый сбор или облепиховый морс, она проснется, ну, точнее, такая женщина будет всегда просыпаться молодой и красивой. Это истинная правда. Греческое название облепихи весьма необычно. Оно переводится как «лошадь, которая сверкает». Происхождение названия кустарника связывают с легендой. Войска древнегреческого полководца Александра Македонского в своих бесконечных походах не могли обойтись без лошадей, которые были главным транспортным средством. Но кони выбивались из сил, болели и падали. Однажды было замечено, что если напоить животных отваром из веток, листьев и плодов облепихи, то они быстро восстанавливают силы, а все их раны заживают. Найти документальное подтверждение этой легенды оказалось не так просто. Единственный античный автор, который так или иначе упоминает о целебных свойствах облепихи, это плений старший. И то он упоминает об этом мимоходом, говорит, что эта ягода полезна для коней, и от коней она получила свое название. Потому что латинское название облепихи, ипофа, это латинское калька греческого названия. Но в Древней Греции верили, что именно благодаря облепиховому соку крылатый конь Пегас обрел возможность летать. В наши дни в Японии на основе облепихи готовят энергетические напитки. Такой натуральный тоник дает силы для физических упражнений. А многие тренеры и спортивные врачи рекомендуют спортсменам и атлетам использовать напитки из облепихи. Именно для того, чтобы восстановить свои силы после активных тренировок или спортивных состязаний. Вот такая волшебная ягода облепиха, она действительно всем подходит и всем рекомендуется. Ирга. Ягода менее известна, чем облепиха, но более загадочная. Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот целебный кустарник. Согласно легенде, Ирга была источником тайной силы одного из кельтских богов. Он прятал кустарник с ценнейшими плодами от своих божественных братьев. Но могучий ветер и легкокрылые птицы разнесли по свету плоды Ирги. И это сокровище кельтского бога досталось простым смертным. Латинское название этого кустарника имеет провансальские корни. На провансальском оно, скорее всего, звучало как Амеланкер. И, очевидно, вот такая вот связь. Прованс, кельты, предания, кельтские боги. Ну, а кельтским богам приписывают все, что угодно. Видимо, кельтский бог настолько тосковал о драгоценной потере, что накрыл Иргу покрывал им суеверий и на земле. Люди долгое время сторонились этого кустарника. Иргу иногда считали бесовским деревом. Считалось, что употреблять ее пищу в пищу опасно. Потом эти предрассудочки потихоньку ушли. Когда люди попробовали Иргу, то поняли, что она вкусна и полезна. Это целая кладовая каротина, которая наравне с аскорбиновой кислотой является одним из самых мощных антиоксидантов. Доказано, что эти вещества укрепляют иммунитет, облегчают болезни, вызванные вредными электромагнитными излучениями, повышают устойчивость к простудам, помогают избавиться от хандры. Более того, Ирга помогает справиться с болезнью Альцгеймера. Пектины выводят из организма соли тяжелых металлов, токсины, понижают уровень холестерина. У Ирги поначалу ягодки красненькие. Вот смотрите, красный цвет ягод – это признак наличия витамина А. Следовательно, кровеносная система, красные кровяные тельца, кровоустанавливающие. Потом они начинают постихоньку согновиться фиолетовыми и под конец совсем черными. Черный цвет – иммунитет. А вот на этом кустарнике тоже созревают ягоды черного цвета. Удивительные качества ежевики нашли свое отражение в древних текстах. Говорящим кустом, в виде которого ангел Господень предстал перед Моисеем, считается куст ежевики. Куст горит огнем и не сгорает. Ежевика является символом чистоты Девы Марии, породившей пламя божественной любви, не сгорев от вожделения. Книжка была опубликована несколько лет назад еврейскими исследователями, которые выдвинули эту теорию, что якобы ежевика была известна древним евреям. Более того, что неопалимая купина, тот самый горящий куст, это был на самом деле куст ежевики. Ежевика весьма богата питательными и лекарственными веществами. Она много веков используется в народной медицине. Эта ягода содержит большое количество глюкозы, фруктозы, витамина С, в ней много клетчатки, в ней очень много калия, который подсушивает, как известно, и хорошо влияет на сосуды. То есть люди, которые выращивают на своих садовых участках ежевику, они получат в том числе и хорошее здоровье. Единственное, ее надо правильно сохранить. Что мы ждем от ежевики? От ежевики мы ждем хорошего самочувствия, отличной энергетики, хорошего иммунитета, отличного зрения, качества и цвета кожи, и хорошего настроения, потому что в этой ягоде содержится серотонин. У этого кустарника целебны не только ягоды, но и листья. Они содержат весьма важный витамин, участвующий во многих окислительных реакциях живых клеток. Никотиновая кислота способствует регенерации тканей, регулирует жировой и углеводные обмены. Кроме того, никотиновая кислота благоприятно влияет на нервную систему, уменьшает раздражительность, повышает творческие способности, делает человека очень ровным и может назначаться при неврозах, нервно-психических заболеваниях. Дмитрий Ильин – потомственный знахарь. С раннего детства бабушка водила его в лес и знакомила с травами, деревьями и ягодами. Поэтому о целебных свойствах, даров природы он знает все. По его словам, настоящий знахарь должен уметь общаться не только с плодами, но и с духами растений. Дух – это то, что лечит. Если неправильно взять траву или ягоды, можно упустить силу, силу этого духа растения. Если сила или дух не сохранены, то лечит только химический состав. Если сила и дух сохранены, то кроме химического состава растение, оно лечит еще по просьбе. То есть можно попросить. И тогда растение проявит даже те качества, которые не заложены в ее химическом составе. Дмитрий Павлович не случайно одет в белое. Настоящие знахари всегда работают с травами и ягодами в такой одежде. Белый цвет говорит о чистоте намерений и помыслов. Узор на рубашке – оберег. Амулет из бересты с сушеными ягодами внутри тоже призван защищать и давать силу. Щетки, которые я кручу, они сделаны из можжевельника. Это натуральное дерево. Это тоже оберег, во-первых. Во-вторых, эти щетки помогают мне сосредотачиваться, когда я их перебираю. И тоже могут работать по желанию. Знахарь делится секретом приготовления омолаживающего средства. Для этого понадобится гость ягод, столовая ложка сметаны, два стакана, один пустой, другой с водой. Дмитрий берет в руки дары леса и мысленно разговаривает с ними. Самое необходимость – сначала познакомиться. Мы должны дать почувствовать ягоде наш организм, чтобы она сама поняла, что нужно нашему организму. Подержали в ладонях. Потом берем из этого стакана буквально несколько ягод и бросаем в воду, в родниковую воду, которую мы приготовили. Далее в одном стакане знакарь разминает ягоды и смешивается с сметаной. Ягоды у нас, которые в воде находятся, они из общего котла взяты. Здесь у нас все постояло в одном круге. Мы соединили с небом, землей с четырьмя сторонами света. А теперь мы сначала должны выпить эту родниковую воду и буквально через 10 минут наносим эту смесь в виде маски на лицо. Вот у нас будет оздоровление от организма. У нас настоянная вода, она возьмет информацию даже из трех ягодок. По словам натуропата, вода, настоянная на чернике, исцеляет изнутри. Ягодная маска действует снаружи. Ее нужно наносить на лицо минут на 15-20, потом смывать теплой водой и умываться родниковой. Дмитрий Ильин уверяет, если такую процедуру делать через день в течение месяца, то организм омолодится. В одной из деревень Тульской губернии из поколения в поколение передается легенда о девушке с красивым старославянским именем, означающим «любимая». Нравился девушке парень Мирослав. Он тоже поглядывал на Любаву, но подойти не решался. Тогда отправилась девушка к деревенской ведуньи спросить совету. Та сказала, что есть средство привлечь в свою жизнь любовь. Плоды колючего кустарника помогут обрести счастье и защитят от злых чар. Он известен у западных славян. Там как он известен, во-первых, как средство, как оберег от злых духов. Колючее растение, естественно. Всякое колючее растение считалось отпугивающим злых духов. Ведуньи предупредила, что плоды этого кустарника служат исключительно для добрых дел. Их магическую силу нельзя использовать во зло. Мудрая женщина дала Любаве совет, которому девушка последовала, дождавшись полнолуния. Она отправилась в лес, нашла заветный кустарник и собрала плоды. Придя домой, Любава принялась нанизывать пурпурно-красные ягодки на нитку. При этом она читала особый заговор. Три дня девушка носила бусы из плодов волшебного кустарника. По словам Ведуньи, такое украшение должно было разжечь в душе робкого Мирослава огонь любви. Как гласит легенда, вскоре юноша посватался к Любаве. Они сыграли свадьбу и зажили счастливо. Для поддержания привязанности и чтобы не скучать в семейном союзе, Любава заваривала чай из тех же плодов. Они способствуют увеличению потенции у мужчин. Но в чем же секрет семейного благополучия Любавы и Мирослава? Оказывается, за эмоциональную сторону любви отвечает шиповник. Именно он используется для поддержания в людях нежности, страсти и душевной гармонии. Такие магические свойства плодов легко объяснимы. Благодаря содержанию в шиповнике витаминов С, В2, Е, К и других полезных веществ, это растение можно отнести к афродизиакам, естественным разжигателям страсти. Плоды шиповника устраняют энцефалопазии и устраняют воспалительные процессы. То есть, если есть простатит, простатита будет меньше. Если есть страхи перед контактом перед женщиной, страхов будет меньше. То есть, будет влиять на все ключевые звенья вот такого творческого отношения. Шиповник – помощник не только в любовных делах. Он оказывает целебное воздействие на весь организм. Плоды шиповника применяют главным образом как поливитаминное средство при авитаминозе, малокровии и общем истощении. Это одновременно и вкусный напиток. И поскольку она не только красная, она и волосистая. Это противопростудное средство. Замечательно. Арабский ученый Авицен написал, что шиповник хорош для печени и для желудка. Рассасывает опухоли, успокаивает головную боль и боль в глазах. Шиповник – очень интересное растение. Оно усиливает работу сердца. Он кардиотоник. Он улучшает приток крови к голове и улучшает отток крови от головы. Поэтому человеку, который ведет сидящий образ жизни, мы можем регулировать движение крови, ток крови по сосудам с помощью шиповника. Евгений Чураков из Владивостока изучал тибетские, монгольские и китайские рецепты, традиции русского траволечения, принципы аюрведы, древнеиндийской оздоровительной системы. И теперь он создает чаи и травяные эликсиры. В их состав входят разные травы, коренья, специи и ягоды. Во многих напитках используется шиповник. Например, в составе эликсира «Синий дракон» – лепестки цветов шиповника. Эликсир «Силы» он называется. Там есть и противовоспалительные интересные компоненты. То есть и холестерин он убирает, то есть он такой регулирующий. Корни лесного шиповника используются в эликсире «Желтый дракон», который Евгений Чураков назвал эликсиром умиротворения. В составе красного дракона тоже есть ягоды шиповника. Эликсир с горячими свойствами, эликсир расслабления. То есть тепло, он помогает расслабиться человеку. Тоже проблема большая в наше время. Есть в Тибете такая пословица, говорят, что там, где нет расслабления, там чудес не бывает. Особая гордость Евгения – целебные травяные чаи. И опять-таки без шиповника здесь не обошлось. Есть он и в составе тонизирующего напитка под названием «Бохайский чай». Когда-то на территории Приморского края существовало древнее государство Бохай. Именно с тех времен дошел до нас этот рецепт. Состав на первый взгляд экзотичен. Радодендрон Адамса. Лист Бадана Тихоокеанского. Шафран. Молодые побеги Элеутеракока Колючего и Оралии Маньчжурской. Чага Березовая. Чебрец. Красный лист Амурского Дикого Винограда. Плоды и цветы таежного шиповника. Такая смесь стимулирует все системы человека. Бохайский чай нужно употреблять при повышенных физических нагрузках и упадке сил в весенне-зимний период и после перенесенных заболеваний. Некоторые чаи, они чем уникальны, то есть они включают в себя кроме трав еще такие компоненты, которые используются в аюрведе, которые используются в тибетской медицине, ну и в китайской тоже. Черная смородина – исконно русский кустарник. Известно, что на Руси он культивировался еще в 11-м столетии, а в Европе появился только в конце 17-го века именно как культурное растение. Но почему у смородины такое неаппетитное название? Наиболее распространенная и наиболее вероятная версия, что название ягоды происходит от корня смород, однокоренные с ним смерть, смрад, смердеть, да, соответственно, неприятный запах. Если верить слова Людаля, свое название ягода получила, кустарник получил именно из-за того, что его ягоды обладают таким вот выраженным резким запахом. В некоторых русских народных сказках и пылинах упоминается некая река Смородина – рубеж между миром живых и мертвых. Авторитетный исследователь сказок, филолог-фольклорист Владимир Проп высказал мнение, что легендарная река есть не что иное, как место перехода между мирами. Быть может, не случайно ягода и река носят одинаковое название. Возможно, Смородина помогает человеку оставаться как можно дольше на берегу жизни. Действительно, она считается кладезем полезных веществ и витаминов. 20 ягод черной смородины и вы получаете суточную дозу витамина С. Это примерно 60-70 миллиграммов витамина С. И действительно, любому человеку для того, чтобы подтянуть свой иммунитет до нормы, достаточно горсти ягод черной смородины в день и все будет. Черная смородина полезна при различных недомоганиях. Она является прекрасным средством профилактики против болезней сердца и злокачественных новообразований. Также доказана ее способность препятствовать ослаблению интеллектуальных способностей у пожилых людей. Все мы хотим быть счастливыми, все хотим быть здоровыми, хотим жить долго. И вот именно, да, именно эти растения, и злаки, и ягодные растения могут войти в эликсир амрита современного человека, стать его базой. И тогда мы будем жить долго, действительно долго. Эльфы в мифологии и фольклоре германо-скандинавских народов – это духи, обитающие в волшебной стране. Из века в век передавались предания об этих существах. Внешне они похожи на человека, только очень красивые и изящные, благородные и талантливые. Юных эльфийских дев описывают как изумительно прекрасных. Они украшают волосы драгоценными заколками и живыми цветами. Также эльфийки отличаются нежными, чарующими голосами. Светлые лесные эльфы, согласно мифам, обладают сверхъестественными способностями. Они подчиняют себе силы природы, могут незаметно исчезать и появляться в других местах, обладают бесшумной походкой. Благодаря зоркому зрению эльфы даже могут видеть человека насквозь, читать его мысли. Но в чем загадка их красоты, таланта и сверхъестественных способностей? Эльфы разводят удивительные сады, в которых растут невиданные деревья с золотыми и серебряными листьями. Главная пища этих существ – ягоды и фрукты. Озорные эльфы частенько устраивают пышные ночные пиры у костров. Играют на чудесных арфах, поют, танцуют от заката до рассвета. Веселье не обходится без волшебного напитка, который эльфы готовят из всех ягод, растущих в их лесу. Толченые плоды дивных деревьев и кустарников они смешивают с цветочным нектаром и родниковой водой. Несколько недель сосуды стоят в тепле и напиток получается слегка хмельной. Говорят, эльфы живут долгую жизнь, а может быть и вечную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова